Все годы правления Путина Россия остается страной ворующих чиновников. Неудивительно, что многие изначально воспринимали олимпийскую стройку в Сочи как грандиозную воровскую аферу. У меня вопрос опять в паралимпиадах. Дойдут ли деньги, которые миллиарды рублей из бюджета, до Сочи? И не будет ли трасса Туапсе Сочи стоить в 10 раз в итоге дороже, чем она предполагалась? Что касается удорожения, конечно, такие озабоченности есть. И мы должны следить за тем, чтобы воровство не было. Нужно просто наладить контроль. Действенный и эффективный. Как это водится у Путина, он не выполнил своих обещаний. Никакого действенного контроля за расходами налажено не было. Вследствие чего стоимость олимпиады в Сочи выросла в 4 с лишним раза, достигнув 50 миллиардов долларов. Прошлые олимпиады в среднем дорожали в ходе строительства примерно в 2 раза. Увеличение затрат на олимпиаду в 4 раза, которые мы наблюдаем в Сочи, является аномальным. Цена олимпиады в Сочи не должна была превысить 24 миллиардов долларов. Это первоначальная цена в 12 миллиардов долларов, умноженная на 2. Остальные 26 миллиардов долларов бюджета стройки, хищения и распилы. Я совершенно убеждена, что в нашем Отечестве за воровство не сажают. Потому что, если было бы иначе, то по тем данным, которые идут из Сочи, из олимпиады со строек к олимпиаде 2014, то там просто должны были бы уже сидеть там много-много людей. Проведем сравнительный анализ стоимости строительства олимпийских объектов в Сочи с их аналогами на предыдущих олимпиадах. Главный олимпийский стадион «Фишт». Вместимость – 40 тысяч зрителей. Стоимость строительства – 780 миллионов долларов. Объем затрат на одного зрителя – 19,5 тысяч долларов. Средняя цена на одного зрителя центрального стадиона в мире – 6 тысяч долларов. Путинский стадион обошелся в три раза дороже. Большой ледовый дворец для хоккея. Вместимость – 12 тысяч зрителей. Стоимость – 300 миллионов долларов. Стоимость на одного зрителя – 25 тысяч долларов. Среднее значение стоимости на одного зрителя на предыдущих олимпиадах – 11 тысяч долларов. То есть путинский хоккейный стадион почти в два с половиной раза дороже, чем в среднем в мире. Стадион для фигурного катания и шорт-трека «Айсберг». Вместимость – 12 тысяч человек. Цена – 278 миллионов долларов. Цена на одного зрителя – 23 тысячи долларов. Средняя цена в мире – 10 тысяч долларов. По сравнению со среднемировыми цифрами у Путина дороже в два с лишним раза. Но самый поразительный объект на стройке – это комплекс для прыжков с трамплина «Русские горки». На него были потрачены гигантские деньги. Удорожание объекта есть? Было миллиард 200, стоило. Стало 8. Из миллиарда 200 превратилось 8 миллиардов. Комплекс для прыжков с трамплина «Русские горки». Вместимость комплекса – 7,5 тысяч зрителей. Стоимость строительства – 270 миллионов долларов. Объем затрат на одного зрителя составил 36 тысяч долларов. Цена объекта на одного зрителя – невероятная. В мире средняя цена для трамплинов – 3400 долларов. То есть путинские трамплины в 10 раз дороже среднемировых. Затраты на олимпийские объекты в Сочи в 2,5 раза превышают среднемировые. Следовательно, цена сочинской олимпиады должна быть не 50 миллиардов официально заявленных, а в 2,5 раза меньше. То есть 20 миллиардов долларов. А это значит, что 30 миллиардов долларов украли. Когда закончится воровство в России? Я воздержусь от этого ответа. Редактор субтитров А.Семкин